12 сентября этого года в ходе заседания под председательством президента Узбекистана был рассмотрен комплекс вопросов относительно обеспечения дополнительных поступлений в бюджет и отмечена недостаточная мобилизация существующих резервов, а также данные поручения с ответственным лицам по своевременному исполнению поставленных задач. Учитывая это, Генеральной прокуратурой совместно со счетной палатой утвержден график. Проводятся открытые и доверительные встречи с предпринимателями и населением. Репортаж из Сурхандаринской области. В ходе которых дается всесторонняя информация об изменениях в налоговом законодательстве на 2019 год и, соответственно, исполнение указа главы государства о концепции по совершенствованию налоговой политики. Отметим, что в течение 10 дней в Сурхандаре прошли разъяснения в Махалях, на предприятиях и организациях. Работа была организована таким образом, что, разбившись на 4 подгруппы, ввелся поиск дополнительных резервов по 10 направлениям. Все эти вопросы, а также определенные итоги изучения ситуации на местах, вошли в повестку дня 34-й сессии кеньги аженародных депутатов Сурхандаринской области, в которой приняли участие сенаторы, народные избранники, представители и руководители соответствующих ведомств. По итогам проделанного были заслушаны отчеты заместителя генерального прокурора и первого заместителя счетной палаты. Согласно приведенным данным, до конца 2018 года планируется дополнительно привлечь средств на сумму 356 миллиардов сумм. На конкретных примерах было продемонстрировано то, как в декабре можно обеспечить бюджетных поступлений на 169 миллиардов. Отмечено, что в 2019 году будет обеспечено исполнение поручений президента о реализации налоговой концепции, мобилизации дополнительных резервов, предупреждение инфляционных рисков, обеспечение сбалансированности цен на внутреннем рынке. Начиная с января 2019 года вводится единая ставка налога на доходы физических лиц в размере 12 процентов для всех граждан. Я думаю, это очень большие перемены. Кроме того, благодаря осознанной новой системе в областях у каждого районного прокурора будет избран заместитель по налогам, который будет заниматься только вопросами повышения бюджета и поиском дополнительных источников дохода. По всем рассмотренным вопросам, предложениям и заключениям было принято соответствующее постановление Кингеша народных депутатов Сурхандаринской области.